Приветствую вас! Давайте мы, наверное, сначала постараемся разобрать основные моменты, которые вы описываете нам. Во-первых, вы пишите, что влюбились в женатого. Я бы здесь сразу сделал бы такой акцент на том, как вы к этому относитесь, к тому, что вы влюбились в женатого. То есть, как вы и сами к этому относитесь, как вы сами это воспринимаете? Ну, влюбилась и влюбилась, как бы и ладно, бывает. Или влюбилась, это очень плохо, такого не должно быть. Или влюбилась, там, допустим, влюбилась и теперь чего-то жду. То есть, я помню, что вы говорите, что не рассчитываете на серьезные отношения. Но я, честно говоря, как сказать, не то, чтобы не верю вам, я просто думаю, что в глубине души вам хотелось бы серьезных отношений с ним. Хотя бы потому, что вы об этом сказали. Вы сказали, что я не рассчитываю на серьезные отношения. Раз так, да, раз так, то получается, что все-таки, ну, вы думали об этом. Вот. Вы думали об этом. Раз думали, значит, хотите. Вот. Это первое. Второе. Значит, вы указываете свой возраст. Как бы, к чему? К чему вы указываете возраст. То есть, он должен какое-то, ну, какое-то значение иметь для нас или как. То есть, это, мне кажется, тоже то, на что вам нужно обратить свое внимание. Дальше. Вы пишите, что на серьезные отношения я не рассчитываю. Хочу хотя бы просто секса с ним. Здесь необходимо отметить следующее. Что у вас, или лучше сказать, может быть, для вас, возможно, корреляция, то есть, причинно-следственная связь, между тем, что вы влюблены в него и тем, что вы хотите секса. Если эта корреляция есть, то есть, если ваша влюбленность связана с тем, что вы хотите секса, то в таком случае следует немножечко более, скажем так, осторожнее вступать в сексуальные отношения, потому что это может эмоционально быть не тем, чего вы ждете, не тем, чего вы ожидаете. Вот. И вам это может причинить боль, боль. Ну, негатив. Вам это может причинить очень серьезный негатив. Если же речь идет просто, ну, просто о сексе как с ковом, то в таком случае, конечно, все позволительно, если мужчина там этого хочет. Вы говорите, что он не решается на, собственно, секс. И я бы вот, наверное, хотел бы у вас спросить, да, то есть, мужчина такой нерешительный, просто сам в себе он такой нерешительный мужчина. Или что, почему он не решается на секс с вами? Не может ли он, к примеру, чувствовать от вас, просто чувствовать от вас, что вы хотите чего-то большего от него, да, то есть, не только секса, но чего-то большего, и поэтому не решается. Либо он просто, в принципе, такой нерешительный человек. То есть, это тоже нужно исследовать. Тоже желательно, ну, желательно понять, да, и определить вам для себя, как минимум, как вариант. Вот. Это важно. Ну, это просто вот, просто, этот момент просто важен. Вот. Дальше. Вы пишите, что он, значит, мучает и меня, и себя, соответственно. Здесь тоже хочется спросить, почему вы мучаетесь? То есть, мужчина нерешительный. Да, но у него для этого есть причины, у него для этого есть основания. Какие? У человека женат, у него есть жена, возможно, он не готов все-таки совершить измену. Потому что, ну, это вытекает из характера его отношений с женой. То есть, почему вы мучаетесь? То есть, как бы, вы считаете, что вот мужчина, прям он, ну, вот он прямо должен, значит, вступить с вами в сексуальные отношения. То есть, вот это для меня тоже является вопросом. То есть, из-за чего вы мучаетесь? То есть, именно ваше мучение, именно ваше переживание всем связано. Вот. Это важно. Это очень важный момент. Ага. Дальше. Вы пишите, что постоянная депрессия. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, но постоянная депрессия – это явно чрезмерная реакция, то есть, ну, гипертрофированная реакция на то, что, как бы, ну, на то, что происходит. Вот. Понимаете? Потому как, потому что, ну, мужчина может хотеть секса с вами, может не хотеть. Мужчина может, как бы, решить сделать это, а может решить этого не делать. Но почему у вас это вызывает депрессия – это большой вопрос. То есть, получается, что вы реагируете на это через, ну, через чур. То есть, вас это задевает через чур, через чур. Вот. И, конечно же, данный аспект, ну, нужно выявить. Если вас это вызывает в большей степени, чем могло бы в средней, ну, нормальной ситуации, если вас это вызывает больше, в большей степени, то это нужно исследовать. Это нужно определить, почему так происходит. Из-за чего так получается. Вот. Как так вышло. Это такой момент. Следующий момент заключается в том, что, значит, депрессия. Вот само по себе состояние депрессии само по себе – это болезнь, если депрессия. Соответственно, если у вас есть подозрения на то, что у вас может быть депрессия, то идеальный вариант для вас – это, наверное, все-таки обратиться к врачу, чтобы они и вам, ну, чтобы врач, например, клинический психолог, то вам поставили соответствующий диагноз и, наверное, начали лечение, если у вас депрессия. Если диагноза у вас нет, то, ну, в таком случае можно говорить о наличии у вас депрессивного состояния. И это самое депрессивное состояние, опять же, вызвано чрезмерной реакцией на, в общем-то, нормальные события, потому что это выбор мужчины заниматься с вами сексом или нет. А вот вы реагируете на это чересчур болезненно. Вот здесь нужно определить, с чем связана эта самая болезненность ваша. То есть, почему вы реагируете на это вот так. То есть, вследствие чего, как вы это воспринимаете, что реагируете вот через болезненность. Вот, потому что мужчина может быть просто нерешительным. Вот. Это нехорошо, конечно же, это нехорошо, но это, это реальность. И вы либо принимаете эту реальность такой, какая она есть, либо нет. Вот, поэтому мне думается, что здесь важно обратить внимание вот на, на данный аспект этой ситуации в целом. Вот. А также я хотел бы заметить, что вы мне задаете вопрос, то есть, вы заставите просто нас перед фактом, что вот, я влюбилась, вот, хочу там, ну, того-то, того-то. Вот он не хочет того-то, того-то и так далее. Но это понятно. А что вы хотите? От психологов что вы хотите? Какой у вас запрос к специалисту? Это тоже очень, на мой взгляд, важный момент, потому что без подобного запроса мы не сможем, без подобного запроса мы не сможем вам помочь. То есть, это просто, получается, какие-то, знаете, рассуждения абстрактные о том, что, там, ну, моральные, короче. Морализаторство получается. Ну, я не думаю, я не думаю, что, я не думаю, что морализаторство, это объективно то, что вам нужно. То есть, если бы вам нужно было морализаторство, ну, я думаю, что вы обратились бы куда-нибудь в, ну, в другое место какое-нибудь. Вот. Так я, так я думаю, если честно. Вот. Поэтому я и, вот, хочу, чтобы вы озвучили то, что, то, чего вы ждете от, ну, от специалистов в данном случае. Потому что это важно для нас, это важно. Вот. Я уверен, что и для, и для вас это, это было бы тоже очень важным моментом. Чтобы мы вам отдали именно ту обратную связь, которую вы хотите, которая вам нужна. Вот. А не занимались бы, ну, какой-то интерпретацией, да, там, какими-то моментами и так далее. Вот так, в принципе, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. То есть, и вот так можно ответить на текст, который вы, значит, пишете. Вот. Для более детального анализа нужно большее количество информации. Вот. И нужен, собственно, ваш именно запрос. На мой взгляд. Вот. Это то, что я могу сказать. Это всё, что я могу сказать. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам. Мож características.